Все танцуют босиком на песке, оставляя на время следы. Сколько ярких красок тебе, ты намерни и посмотри. О-ла-ла, Таврида, о-ла-ла-ла-ла, Таврида. Всероссийский молодежный образовательный форум Таврида проходит в нашей стране уже третий раз. Ежегодно он собирает сотни творческих, активных, амбициозных людей. Базируется лагерь в Крыму на Бакальской косе. Все лето сюда посменно приезжают молодые специалисты из разных сфер. Так в этом году Тавриду посетили музыканты, архитекторы, художники, преподаватели, режиссеры. А на финальную седьмую смену, организованную при поддержке Общероссийского народного фронта, в Крым съехались региональные журналисты, в их числе и корреспондент телеканала РТВ Иванова. У каждого региона своя специфика работы. И хочется узнать, как они работают там, чтобы какие-то полезные знания почерпнуть для себя и внедрить их в свой регион. Соответственно, очень хочется найти какие-то новые точки соприкосновения, открыть что-то новое, то, чего еще не было у нас там в Ивановской области, например. Пять лекций в день. Такое испытание даже студентам-отличникам порой не по плечу. Однако усваивать информацию на морском побережье оказалось совсем несложно. Тем более от таких именитых журналистов, как Николай Николаев, Олег Дмитриев, Евгений Бекасов. И лекция не лекция, а просто занимательный разговор. По части внеучебной программы, бесчисленное количество мастер-классов, йога, психологические тренинги. Ну а для тех, кому по нраву пассивный отдых, море и солнце. О своей журналистской деятельности здесь не забывали ни на минуту. Кто-то собирал материалы для сюжета, кто-то делал фоторепортажи, а кто-то снимал все происходящее для видеоблога и в режиме реального времени отправлял кадры в сеть. В ходе смены участникам даже удалось очутиться в другой реальности. По условиям деловой игры, целый день форум жил в вымышленном городе под названием «Законск». Здесь, не покладая рук, трудились журналисты шести информагентств, пытаясь максимально оперативно и интересно рассказать о всех событиях, происходящих вокруг. Некоторым участникам, наравне с организаторами, пришлось вжиться в совсем непривычные для них роли. Я вдова, у меня уже, получается, третий ребенок, мой муж в прошлом году погиб. И просто приходится справляться со всеми проблемами одной, самой. Вы сами видите, какие окна, вы сами видите, какой дом он веткий, старый. По окончании, как это принято, долгие прощания, слезы и объятия. Директор форума Сергей Першин поднимается на главную сцену в последний раз в этом сезоне. У нас все получилось. Спасибо. И нет, мы не прощаемся. Мы говорим вам до свидания. Увидимся на Таврине. Вместо танцев на песке, танцы под дождем. Да и ветер совсем не похож на легкий морской бриз. Привезти с собой теплое южное солнце в дождливый климат СФО журналистам не удалось. Однако получилось захватить массу впечатлений, опыта и новых знакомств. Форум Таврида завершился 25 августа. Однако в сердцах участников он останется еще очень надолго. Ведь воспоминания о теплом Крымском побережье греют лучше, чем горячий чай. Хотя в такую погоду и он был бы совсем не лишний. Корреспондент одного из Ивановских телеканалов Татьяны Щербакова также была на седьмой смене Тавриды. Девушка рассказывает, взяла от форума по максимуму и даже смогла заработать золотой значок ГТО. Кроме того, поработала фотокорреспондентом и попробовала себя в качестве режиссера. Решила один день нашей смены посвятить тому, что сняла небольшой мини-фильм-короткометражку. Назвала его «Лица Таврида». Мне хотелось показать на экране, что каждый человек по-своему уникален и прекрасен в улыбке. Здесь тепло не потому, что на улице плюс 30. Тепло, потому что греет что-то изнутри каждого. И этот заряд энергии пульсирует. Вокруг очень много людей. Людей разных и каково странных. Я люблю тебя, Таврида. Полина Поносицкая, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.